Выкидывать домашние животные на улицу, травить собак, даже бездомных во время карантина и развития эпидемии коронавируса, это настоящее кощунство и ниже своего достоинства. Волонтеры, зоозащитники призывают всех людей быть благоразумными. Избегайте контакта с животными. Билборды с такими надписями от Минздрава появились в разных городах Украины. К этому призыву некоторые украинцы отнеслись неоднозначно. Кто-то бросил своего домашнего питомца на произвол судьбы, кто-то начал срывать злость на бездомных животных. Очень много сейчас породистых собак оказывается на улице. Их просто находят волонтеры привязанными к лавочкам, к заборам и так далее. Котов сейчас тоже замечаю, что много котов выброшенных на улицу. Я считаю, что это неправильные меры. Нужно опять-таки следить за гигиеной своего животного, вовремя его купать, обрабатывать, да, не посещать места, где, допустим, скопление каких-то бродячих собак. Несмотря на карантин, волонтеры бьют тревогу и активизируют работу по поиску хозяев для тех, от кого отказались. Мы должны тогда выкинуть и наши машины, наши одежды, наше все, если выкидывать животных. Ну, дело в том, что сейчас очень много участились разговоров о том, что собаки переносчики этого вируса. Ну, ребят, по сути это бред. Почему? Потому что мы все переносчики этого вируса. И я считаю, что выкидывать свое животное, ну, это уже последнее, что можно сделать. Ну, то, что бездомные животные у нас на улице, ну, не подходите, не хотите, не подходите к ним просто-напросто, не трогайте их руками. Увы, но и до коронавирусной паники люди часто проявляли жестокость по отношению к животным. Еще в январе живодеры попытались отравить собаку Марины. Ее алабай съел что-то запрещенное, видимо, подброшенное неизвестными через забор ее частного дома. Любимца чудом удалось спасти. Я выбежала просто на дикий какой-то вой, крик, и увидела бьющуюся, огромную вот эту вот махину, бьющуюся об землю. Это было что-то страшное. Не знаю, что делать, куда кидаться. Было 12 ночи, к сожалению, ни одна клиника уже не работала. То есть, то, что они пишут, что у них там они принимают ночью, нужно взять эту собаку и каким-то образом привезти к ним. Привезти бьющуюся в агонии почти 80-килограммового пса, это нереально. Собственно говоря, даже к нему подходить было страшно. Спасали очень тяжело. Несколько дней, круглосуточной капельницы, при этом мы вдвоем сдерживали ее, чтобы эти иголки не выпали из вен. Это было что-то страшное. Я уже не говорю о том, сколько это стоило. По словам хозяйки пса, таких случаев на фонтане в последнее время было немало. В начале марта активизировались докхантеры в Измаиле, где была зафиксирована массовая травля собак. Погибали и домашние питомцы, и бездомные. Домашние животные не виноваты ни в проявлении вируса, ни в его распространении, заверяют зоозащитники. Я призываю всех не поддаваться на вот эту панику, которую кричат и устраивают сейчас из-за коронавируса. Я знаю, что опять это подхватили, эти живодеры стали выходить. Это все ложь, потому что нигде не зафиксировано в мире, что умерла хотя бы одна собака именно от коронавируса. Зоозащитники также призывают всех неравнодушных, кто замечает на улице животных, от которых отказались хозяева, хотя бы фотографировать и передавать информацию волонтерам. Благо в соцсетях одесских зоозащитных сообществ появилось немало.